Где-то с 20 февраля авторы на Яндекс.Дзен стали наблюдать на своих каналах проблемы, связанные с заработком и проблемы, связанные с трафиком. У некоторых очень сильно просел трафик, то есть стало меньше показов намного в ленте, стало меньше дочитываний, а иногда и вовсе CTR очень сильно снизился, хотя вроде бы не должен был. У других очень сильно снизился заработок, то есть возможно показы остались на том же уровне, возможно там CTR такой же остался, то есть всё, ничего не изменилось, но заработок очень сильно упал. Непонятно почему. Стоимость рекламы. Ну а кому-то повезло вообще меньше всего, у него снизился и трафик, у него снизился и доход Вообще полная, так сказать, невезуха Началось это все примерно с 20 февраля, ну то есть где-то в этих числах мне стали поступать первые сообщения, что Игорь, смотри, что происходит, почему у меня на канале творится такая фигня, у тебя все нормально? Ну у меня тоже было не все нормально, у меня было и падение трафика, у меня было и падение дохода Я не то чтобы очень удивлялся, я знал, что перед праздниками такое происходит Ну и как бы тут наверное все думали, что вот праздники, сейчас они пройдут, все восстановится Мы еще помним, как в январские выходные доход и показы очень сильно катились куда-то вниз Но прошло 23 февраля, вроде бы все, прошли выходные, пора бы приниматься за работу И собственно реклама должна была подорожать и показы должны были начать опять откручиваться Но не тут-то было, ну то есть они выросли совсем немножко, но потом как-то опять начали скатываться и ничего по сути и не изменилось В общем сегодня поговорим о причинах такого вот поведения Яндекс.Зена А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем Итак, как я уже сказал, трафик начал падать, доход начал падать и мы выяснили, что вроде бы выходные тут ни при чем Или при чем, вообще на Дзене было две версии Первая версия, как я уже сказал, связана как раз с этими выходными Вторая версия, это то, что сейчас начали выкатывать обновления, связанные вот с тем, что нужно с паспортом фотографироваться Кстати, я бы не особо боялся за это, потому что, ну, во многих таких сервисах нужно фотографироваться А уж в сервисах платежей тем более Никому особо скан вашего паспорта не нужен, так что в этом вопросе я бы, наверное, доверился Дзену Хоть я его и постоянно критикую, но тут ничего страшного не произойдет Вот, и многие подумали, что вот это вот падение как-то связано с реализующимися обновлениями Но как-то вот обновление с паспортом, то есть какая-то регистрационная штука Она как-то вообще не связана, наверное, с тем, что происходит с алгоритмом, который крутит показы Выбирает, кому показывать, кому не показывать Значит, как бы другая причина Вообще, изначально стоит разобраться, почему падает доход в праздники Собственно, кажется, что он должен наоборот расти То есть праздники, все хотят купить друг другу подарки Значит, реклама должна крутиться еще больше Значит, денег должно еще больше приходить Но это не совсем так Всякие магазины, фирмы, они как бы стараются побольше продать как раз в канун праздников Но как раз перед праздниками А уже во время праздников начинается затишье У меня есть несколько знакомых, которые настраивают контекстную рекламу Я у них спросил, почему так происходит Мне это объяснили довольно просто Ну, то есть, вот он работает Ему нужно разместить рекламу там в Директе, в Яндексе, понятное дело Но как только наступают праздники Вернее, даже перед самими праздниками Работодатель, который рекламодатель Он пишет как раз фрилансерам моим знакомым Что так и так Не все так делают, но тем не менее Останови показы, пожалуйста Почему остановить? Ну вот вам пример Все дело в том, что сидит, ну скажем, какой-нибудь Ваня И смотрит какую-нибудь статью И тут ему появляется как раз вот эта реклама кроссовок Он, возможно, по ней кликает Переходит И оставляет заявку, чтобы купить эти кроссовки Кроссовки, не кроссовки, вообще не важно, что там Ну, то есть, на рекламу откликнулись Получился лид И его кто-то должен обработать Но его никто в празднике обработать не может Потому что никто не работает В итоге заявка нашего Ваня висит несколько дней Он уже там подзабил на это Пошел в магазин Купил себе сам кроссовки На рекламодателя вообще ноль внимания То есть, никто в срок не смог обработать эту заявку И значит, бюджет слит впустую Это не на самом деле так Но просто многие рекламодатели так считают Вот они и просят моего товарища Остановить показ рекламы на время выходных То есть, меньше рекламы, меньше доход Вот так вот Ну, плюс еще один момент В праздники намного меньше людей сидят в интернете Они развлекаются, гуляют, ходят в разные заведения Но в интернете намного меньше людей Ну и поэтому, естественно, трафик падает С падением трафика ничего сделать нельзя С падением дохода, наверное, тоже Ну, еще один момент У нас же в данной ситуации после 23 февраля Был период рабочих дней И вроде бы в этот период должно было все восстановиться Но, как показала практика Ни показы, ни доход не увеличился Все осталось на своих местах Ну, может, чуть-чуть подрос, но это было несущественно Хотя, может, у кого-то и существенно Вот, почему так произошло? Потому что у нас тут был небольшой промежуток Между двумя праздниками 23 февраля, 8 марта То есть, вот этот вот промежуток Можно было, конечно, опять запустить рекламу Но тут нужно понимать, что, возможно, старый бюджет на рекламу И зарасходовался Компания перед этим заложила новый бюджет Но тут вроде короткий промежуток А в крупных компаниях это не так Что ты пошел там в какой-нибудь банкомат Бросил деньги на рекламу и сразу запустил Там отчетность Там это все бухгалтерия Через нее проходит Пока там это в банк придет Пока оформится Пока дадут добро В общем, куча времени И вот этот вот период перед праздниками Какой смысл запускать какую-то рекламу в этот момент? Работники компании просто занялись другими какими-то вопросами Решением каких-то насущных задач Как бы, ну, есть другая работа Те же самые отчеты писать, планы на год и все такое Ой, какой ужас Вспомню, как я на работе это делал Нет В результате там кто-то запустил рекламу Кто-то не запустил рекламу Кто-то решил подождать, когда и вторые праздники кончатся Я имею в виду 8 марта Вот, я думаю, после 8 марта Начнет все постепенно восстанавливаться Но у нас остается один главный вопрос Как бы, понятно, почему упал доход? Потому что рекламодателей мало Второй вопрос у нас главный, который и остался Почему Яндекс.Дзен снизил показы Не дает их авторам И статьи, как бы, на низком уровне Многие выкладывают Я прям читал чаты некоторые Там многие ругаются Что так и так Я вот такую классную статью написал А она в пустоту ушла Они дают показов Низкий CTR Как бы, никто не читает Что вообще происходит Я, если честно, не думаю Что это вообще как-то связано с реализуемыми изменениями Насчет того, что там кто-то с паспортом сфотографируется Ну, как бы, алгоритм И вот эта вот штука Они, ну, не соприкасаются вообще никак Значит, опять же Все дело либо в праздниках То есть Яндекс.Дзен не хочет в пустую давать показы Просто потому, что там будет какая-нибудь дешевая реклама Ну, то есть, зачем Дзену откручивать в пустую статьи Которые не будут ему самому приносить какой-то доход Там ведь это все очень взаимосвязано Рекламодатели запускают свою рекламу на Яндекс.Дзен Но это тот период, когда они ее не очень хорошо запускают А поскольку они ее не очень хорошо запускают То и Яндекс.Дзен как бы ее не очень хорошо крутит То есть напрямую взаимосвязь здесь есть Это первый вариант, как бы, наиболее вероятный, на мой взгляд Но есть второй вариант Он связан действительно с реализуемыми изменениями Но тут изменения немножко не связаны с паспортом Я стал замечать, что у меня, ну, постоянно стали банить какие-то статьи За кликбейт ограничивать То ли проверка стала более строгая То ли Дзен меня не взлюбил Ну, потому что я сейчас снял много роликов, где я его критикую И как бы пропульс много хороших роликов Они подумали, вот, он нашу аудиторию перетягивает на новую площадку Но, блин, если вы нормально будете работать То, наверное, я вас не буду критиковать Сейчас меня за эти слова вообще на Яндекс.Дзен забанят Но или же вот эти вот ограничения Связаны как раз с новыми изменениями Какими-то реализуемыми Которые вот более тщательно стали проверять А не статьи Возможно, они убирают часть авторов Возможно, сейчас будут продвигать совсем другие каналы Какие-то такие вот глобальные изменения, о которых мы не знаем Это вот еще одно предположение И, возможно, оно тоже не лишено смысла И к нему есть вот определенные предпосылки Если вы заметили, что у вас вот тоже на канале Стали чаще появляться какие-то ограничения Что вас чаще там что-то банят Либо ограничивают Напишите об этом в комментариях Как бы будет интересно мне тоже узнать И сравнить свой результат Ну, то есть на данный момент За последнюю неделю Я там получил на канале по истории ограничения И на канале личный блок ограничения Мне сказали, что у меня там кликбейт Причем хочу пожаловаться Вот на канале, который Игорь Кретов Личный блок У меня там есть такая вкладка предупреждения Когда я ее нажимаю Предупреждение У меня появляются где Какие ограничения на статьях На канале по истории Такой вкладки не было Я написал им в поддержку Говорю, так и так Где моя вкладка Они говорят, ну если вкладки нет Значит на канале все отлично Все нормально Окей Почу я статью И жду и смотрю, что получится Она перестает крутиться Я захожу во вкладку предупреждения Вернее, я пытаюсь ее открыть Но ее опять же нету Раз нету этой вкладки Раз мне сказали, что ее нету Значит нет ограничений Значит со статьей все в порядке А, ну и вот после того Как я убедился Что предупреждений-то нету Что с ней якобы все нормально Я ее немного отредактировал Немного отредактировал Потому что там фактическая Прям ошибка была Ну довольно грубая Пришлось отредактировать Не специально я Написал им после этого в поддержку Почему статья не крутится Мне говорят Извините, мы ее перепроверить не можем Так и так Она была ограничена за кликбейт А вы ее редактировали И все значит Я говорю, как же так? Вкладки предупреждения нету Вы же мне сказали Что если ее нету Этой вкладки Значит со статьей все в порядке Они говорят Ой, извините Она у нас не во всех каналах Эта вкладка реализована Мы ее сейчас тестируем Блин, вы ее тестируете Уже там, не знаю Больше года, наверное Ну ладно Не больше года Но полгода точно Выходит, что меня нагло обманули Мне сказали Что если вкладки предупреждения нет Значит со статьей точно все нормально А по факту оказалось Что у меня ее просто нет Потому что Не на всех каналах она еще реализована Вот так поворот А я и не знал Ну ничего Они меня утешили Говорят Если вы видите Что статья перестала крутиться Вы ее не редактируете Вы напишите сразу нам Блин У нас тут половина Почти все статьи на Яндекс.Зен Перестают крутиться Через пару дней И мне по поводу всех Что ли теперь писать Сделайте уже нормально Вкладку предупреждения Либо не вводите меня в заблуждение И честно скажите Что так и так У тебя ее нет И возможно никогда не будет Не дадим мы ее тебе Вот А что касается нашего вопроса Ну по поводу падения трафика Чтобы вас успокоить Ну тех кто пишет на Яндекс.Зен Я хочу сказать следующее Я сейчас С начала февраля Вот этих февральских праздников Наблюдаю Это падение Вот доходов Показов На всех площадках На ютубе наблюдаю Раньше там приходило по 700-800 рублей Когда новое видео выкладывал Сейчас там 300-500 рублей 300 когда нет видео 500 где-то когда появляется видео Ну то есть существенно снизилось Дальше Пульс На пульсе я вам показывал Что приходило там По 3600 иногда в день Сейчас Ну если посмотреть Иногда там По 2000 приходило Вот как раз Дни когда были Сейчас снизилось там По 1500 По 1300 Вот сегодня 1300 Может еще больше придет Я пока не знаю Но посмотрим Поэтому что могу заключить Падение доходов Наблюдается на всех площадках Это не только Дзен Это как раз На мой взгляд Наиболее версия Вероятная Что падение Связано с праздниками Значит что нам нужно сделать Подождать Когда я выложу это видео Они как раз будут Подходить к концу Ну и собственно Мы будем смотреть И доход наверное Увеличится В общем Помяните мое слово Когда будете кататься На Мальдивах На персональной яхте Или лежать в гамаке Где-нибудь там В жарких странах И писать на ноутбуке Статьи на Яндекс Дзен Ладно Что-то я размечтался Будем опять реалистами А нам реалистам Что остается Ну просто посмотреть Что будет дальше Вот А у меня на этом все Подписывайтесь на мой канал На инстаграм Тоже подписывайтесь До новых встреч Пока